В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Владимир Никешкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Здравствуйте. – Добрый день. – Владимир Анатольевич, исполнился месяц того момента, как вы вступили в должности. До этого долгое время работали в Удмуртии. Сложно было перестроиться все-таки регион в другой? – В принципе, наша работа, она однотипна. Она как в Удмуртской республике, так, допустим, в Тульской области, так и в Рязанской области. Задачи, которые стоят перед Следственным комитетом, их определяют своими приказами представителей Следственного комитета, перестроиться приходилось в другом направлении. – Нужно было, во-первых, привыкнуть к тем людям, которые здесь работают, оценить их, выяснить, допустим, те должностные лица, которые работают в Следственном комитете, насколько им можно доверять с точки зрения персонализма, с точки зрения нравственности. Поэтому это всегда определенного времени требует. Нужно просто выяснить, кто чего стоит, кому можно поручить ответственную работу и за нее не беспокоиться, а кому нельзя поручить. – Вот в этом направлении мне пока сложновато еще, я еще не могу до конца выяснить ту компетенцию сотрудников, которые здесь имеются. – С другой стороны, мне приходится очень много изучать криминогенную и другую ситуацию в регионе, знакомиться с материалами в отношении тех или иных должностных лиц, в том числе те, которые допускают нарушение закона и с этим вырабатывать стратегию для того, чтобы их в определенной степени поправить. – И к определенным должностным лицам у нас есть серьезные вопросы. – Вы в Рязанской области уже познакомились практически с работой всех отделов. Как впечатление? Все ли справляются? – Пока не со всеми. Я еще отделами познакомился конкретно, выехал не во все отделы. Думаю, что в ближайшее время это сделаем. Но с коллективом в целом я познакомился. 6 марта мы провели большое рабочее совещание, встретились со всеми. Задачи, которые стоят перед следственным управлением, были обозначены. Были поставлены приоритетные вопросы, которые должны решаться в первоочередневом порядке. Поэтому в целом я владею ситуацией, состоянием дел в следственном управлении по Рязанской области. – А стоит ли ждать каких-то кадровых перестановок? – Наверное, стоит. В любом случае жизнь меняется, требуются определенные кадровые решения. Единственное, что я, по крайней мере, пока абсолютно никого не планирую привезти из другого места работы. Пока все, что я планирую здесь, какие-то кадровые перестановки, это в пределах той численности штатной и тех людей, которые работают в следственном управлении по Рязанской области. – Какие дела сейчас находятся в центре вашего внимания? – Понимаете, вот вам возьми и все расскажи, какие дела находятся. – Ну, мы понимаем, да, что в течение ребенка выбросили, да? – Да. Нет, нет, нет. Много очень дел. Я уже сказал, что есть определенные дела, которые у нас находятся, которые в отношении коррупционных вопросов, которые по должностным лицам, по детям. Вот приоритетное направление нам определил председатель следственного комитета. Я их могу озвучить, я уже их озвучивал. Вот они, конечно, являются, прежде всего, переводят очередными в нашей деятельности. А так, дел на контроль очень много. Каждый понедельник мы проводим оперативку, и эти дела мы обсуждаем, вырабатываем стратегию, как надо расследовать эти дела, какие первоочередные задачи ставим. В общем, там это свой механизм, отработанный. – Самое ваше такое, может быть, сложное, тяжелое для вас дело. Но я понимаю, что сложных нет, вы все равно раскрыли, но все-таки… – Вы ошибаетесь. Каждое дело, оно сложное. Каждое дело – это чья-то судьба. Каждое дело, оно для нас является особо актуальным. Вот нет простых дел, нет проходных каких-то дел. К каждому делу относишься как к самому важному. Я говорил всегда следователям, вот вы представьте себя на месте, допустим, потерпевшего, себя, своих близких, свою маму, там, сестру, брата, что вот на них напали, там, кого-то там убили, кого-то ограбили. Ну, неважно, какое преступление. Вот вы отнестите, что к вам это все применили. Вы будете давать оценку надлежащую тем действиям, которые производите. А с другой стороны, представьте, что это ваш родственник совершил это преступление. Вы тоже к этому относитесь как к своему человеку, как к человеку, который вам близкий. Ваш брат, допустим, ваши сестра совершили это преступление. И тогда через свою призму вы будете понимать, как нужно относиться к людям, к участникам процесса. В зависимости от этого вы уже формируете поведение свое, правильное поведение к участникам процесса. Поэтому не бывает проходных дел, не бывает просто вот такого отношения. И когда ты относишься к участникам процесса как к своим людям, как бы то ни было, сравниваешь их с своими близкими людьми, тогда ты очень объективен, тогда ты ничего лишнего не сделаешь и плохого ничего не сделаешь в отношении. Самое главное, чтобы ни один невиновный не был в тюрьме и ни один виновный не остался на свободе. Вот это главный принцип, который всегда является постулатом в следственном управлении для любого сотрудника. И все-таки вот дело, которое вам запомнилось из вашей карьеры. Вы знаете, вот на определенном этапах были разные дела. Первое дело, которое я расследовал, это просто было уникальное дело, когда... Ну, это было давно, совсем молодой следователь, мне дали сразу несколько дел. Одно из дел, это было убийство женщины, своего мужа. На первый взгляд, банальное дело. Двое детей, сама беременна, я ее пожалел, я ее не арестовал. Оставил ее на свободе, провел следственное действие, через месяц ее приглашаю во вторую следственную действие, она приходит, но уже не беременна. У нее шесть месяцев было беременности. Я понимаю, что, спрашиваю, где, почему. Она говорит, был выкидыш, такая все. Ну, раньше был подход очень жесткий, если ты не принял всех мер для того, чтобы спасти человека какого-либо, то тебя самого могли привлечь к уголовной ответственности, похалатности. Что ты должностное лицо, а я, по сути дела, ее не арестовал, не оградил ее от общества. И я полагал, что она убила своего ребенка. Я начал проводить следственное действие, говорю, ну, давайте расскажем, напишем схему. Она говорит, вот, я похоронила ребенка в могиле своего мужа, Вадика. Когда я вызвал группу, и уже мы собрались ехать на место происшествия, она говорит, можно вам еще одно признание? Я думаю, еще какое признание можешь сделать? Она говорит, а ребенок, когда я не похоронила, он находится у меня в холодильнике, в морозилке. Ну, вот я выехал, взял понятых, выехал на это место происшествия. А мальчики там одному 4 годика, другому 5 говорили, мама, достань, братика из морозилки, ему там холодно. Когда мы вытащили этого ребенка из морозильника, то он просто это, одна понятая упала в обморок. Это вот такие ужасные ситуации были. Я, конечно, ее арестовал сразу, там дальше прошли следственные действия. На мое, как бы, вот, счастье, ребенок оказался мертворожденным. И вот это меня очень многому научило сразу по этому первому делу. Конечно, она получила свой срок, там все эти моменты. К сожалению, я потом ее судьбу отследил, у нее судьба все равно оказалась, и дети у нее тоже оказались в эту орбиту преступности вовлечены. У них вообще там рот уже прекратился. А так на протяжении всей карьеры были разные дела, которые просто были знаковы для всей страны. Допустим, мы расследовали, в свое время было убийство нашего первого заместителя министра внутренних дел, полковника Переводчикова. Убили четыре члена его семьи, его расстреляли там. Мы раскрали банду огромную, 18 человек, привлекли их в общей сложности за почти 20 убийств, которые они совершили в группе. Потом мы расследовали очень серьезное дело по Новокузнецкой банде. Люди из Новокузнецка и из города Ижеска объединились, стали совершать преступления на территории Москвы, Ижеска и Новокузнецка. Совершили в общей сложности 27 убийств и покушения на убийство. Изощренные были убийства. Одно из убийств, особенно такое было цинично, это магазин «Мастер» в Новокузнецке, когда они зашли в магазин, положили всех на пол и каждому потом в затылок по пуле 11 негодяев из этих совершили. Ну и всю эту банду раскрутили. В общем, было тяжелейшее дело. Там тоже были серьезные такие моменты деланы. Мы привлекли в свое время и в Ижеске почти всю мэрию к уголовной ответственности, всех там должностных лиц, когда они стали воровать там определенные моменты. Мы привлекли достаточно много депутатов разного уровня. От депутатов государственного совета, местного насыправления. Многих привлекли глав муниципальных образований. В общем, работа на протяжении карьеры моей была очень активная по всем направлениям. Мы расследовали очень много значимых преступлений. И я думаю, что в Рязанской области мы эту практику продолжим. Но все-таки как у нас сейчас обряд дела с преступностью? Вы же, наверное, познакомились с какой-то статистикой. Что отрадно, и не только в Рязанской области, а это и по всей стране идет очень большое снижение особо тяжких преступлений. В первую очередь убийств, тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, изнасилований. Это просто в разы. Даже в Рязанской области в три раза по сравнению с 10 лет назад, допустим, был Следственный комитет. И в этом году в три раза меньше совершено убийств. Тяжких телесных повреждений в три раза. Изнасилований в два с половиной раза. То есть это очень значимые цифры. И это достигается не просто тем, что в обществе стали люди более терпимые, что нет. Это делается правоохранительными органами. Это не только заслуга Следственного комитета, это заслуга органов внутренних дел, это заслуга органов Федеральной службы безопасности. И всего другого правоохранительного блока, в том числе и судейской власти. Потому что это комплексная работа. Любая профилактика, она прежде всего из двух частей. Первое, это еще Ленин говорил, добиться неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление. Вот когда раскрываемость на протяжении многих лет, более 90%, это прежде всего убийств, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерти, изнасилования, то естественно сразу же количество преступников уменьшается в разы. А вторая часть, это так называемое преступление двойной превенции. На первый взгляд скажут, вот какие-то мелкие преступления, а на самом деле это как раз вот та категория людей, которые совершают эти преступления. Те же хулиганы, истязатели домашние, те, которые врываются в жилище без спроса, нарушение неприкосновенной частной жизни, неприкосновенности жилища. Те же, которые на органах власти управления насилие осуществляют. И целый ряд таких преступлений, которые носятся двойной превенцией, то есть и привлекаем преступника, и еще профилактический эффект идет от этих преступлений. Вот благодаря этому такое резкое снижение, в том числе и в Рязанской области. Это очень радует. Расскажите, вот как помогает вам, что вам помогает как-то после работы отдохнуть? Может есть какие-то у вас увлечения? Хобби разных много. Работа занимает основное время, конечно, в нашей жизни, но тем не менее, все равно есть время после восьми вечера и до восьми вечера еще. Есть еще иногда и суббота, иногда и воскресенье какие-то эти. Каждое утро у меня начинаются зарядки. То есть я уже не помню, когда я начал, но все годы я занимаюсь зарядкой. Я бегаю утром дистанцию определенную, ну, допустим, около пяти километров пробегаю, потом разминку делаю разную. Пятнадцать лет беспрерывно обливался холодной водой. В прошлом апреле я приостановил немного, ну, думаю, нынче свет опять начну. Ну, пятнадцать лет у меня каждый, если на улице где-то, на даче или там в деревне, то вынесу ведра на снег, они там замерзнут из водичка, и два ведра на себя. Потом разминку, зарядку. У меня волейбол, плавание, бег, велосипед, лыжи, настольный теннис и все остальное, что удается заниматься спортом, занимаемся спортом. Занятие спортом у сотрудника будете поощрять? Ну, конечно, в здоровом теле здоровый дух. Люди все равно должны заниматься спортом, они должны, может, иногда не спортом, иногда физкультурой, иногда там просто какими-то, но вести надо здоровый образ жизни. Поэтому спорт всегда приветствуется. Я в Удмуртии был президентом федерации волейбола на протяжении последних шести лет. Здесь, в Рязанской области? Здесь, в Рязанской области. Я еще месяц, только сегодня месяц исполнился, как я здесь нахожусь. Поэтому я думаю, что мы здесь тоже будем культирировать спорт. В Удмуртии Республики мы проводили очень много турниров на Кубок руководителя следственного управления. Это были и рукопашка, это был и бокс, это был тэквондо, дзюдо и так далее. Для того, чтобы вовлечь детей в занятия спортом. Мы этому внимания отделяли очень много. Здесь этим будем тоже заниматься, потому что детей важно оторвать от улицы. Оторвать от тех пагубных привычек, которыми они могли заниматься или занимаются. Это очень актуальная задача, и мы этим тоже будем заниматься. Хочется вам пожелать успехов в этой нелегкой работе и в расследовании сложных уголовных дел. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Владимир Никешкин, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова